Субтитры делал DimaTorzok 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 Это вот тучочка земли, мне не хватает, чтобы я там была, чтобы я видела, чтобы я все переставила, перетерла, все, чтобы было как положено. И хочу сказать, что очень много людей идет. Идут люди, идут люди, очень много людей, которые знали его творчество, понимали. И в какой-то мере это облегчает состояние, но, наверное, никогда оно уже у меня не изменится. Мое состояние и моя боль оно останется. И я помню, поместил соболезнования на своей странице, и громадное количество было посетителей этой страницы, громадное количество. Очень много людей, Николай Николаевич, очень много, больше трех тысяч, около четырех тысяч, очень много людей было. Притом день такой был холодный, то дождь, то немножечко солнышко преснется, и снова дождь. Но людей много было, и мысли много, и во дворе, и в лавре, и потом накладываешься. Дождь, очень много людей. Вот вы в Киеве давно живете. Вот что с Киевом произошло, и как я могу понять? Я в Киеве тоже давно живу, но прямо на глазах город изменился. Стал каким-то злобным. Как можно за клочек обла проролосовать? Это же просто умный постигает. Как умный человек, здравомыслящий, образованный, может волосовать за клочек? Ну, Николай Иванович, а вот скажите, а за кого? Вот в том списке, что вы знаете, вы же информацию не точно имеете, а за кого? Ну, хотя бы за того же Амельченко, уж я ничего не хочу сказать там. У меня с ним были разные конфликты, но Амельченко никогда не был под ручным Рыбки. Ведь Кулачко был ракетирован в банде Рыбки. Я же, поверьте мне, знаю, что я говорю. Это самый настоящий бандит. Ну, вот видите, а я, допустим, этого не знала, Николай Иванович. Вот. А я, допустим, я... Вот такой криминальный авторитет, который держал большой район города Киева, рынки держал. Кулачко, два брата, вышибали, ходили деньги. Вот откуда он появился. И это же все знают, будем говорить, по крайней мере, те, кто... Ну, дело даже не в этом. Положен, кто-то этого не знает. Ну, ты послушай хотя бы пять минут то, что он говорит. Поэтому, вот даже, скажем, то, что Олей списал, я многие вещи читал, я всегда с интересом. Газеты сегодня открываю и жду. Появятся или не появятся? Три раза в неделю шли публикации. Понедельник, четверг шли его колонки, мое мнение. И пятница, а потом суббота были большие эти развороты. Да, большие аналитические, там, архивные материалы, там, и так далее, экспорты исторические. Я вам скажу откровенно, я не очень разделял, вот, скажем, некоторые его подходы. Не очень разделял. Ну, я считал, что уж если там Шевченко есть икона, да, ну давайте иконы не трогать. Он трогал иконы, он, так сказать, скрывал все эти окировочные вещи и так далее, и так далее. Говорил правду, правду, потому что я убеждался в этом, когда проверял по другим документам. Николай Иванович, он все это делал из дневников того же Тараса Викторовича. Да, вот, конечно. Это только в жизни так бывает, что мы читаем начало, читаем серединку или конец. А в общем-то все детально не читаем. Так вот, когда появился этот его вальдолаг, поверьте, что мы очень переживали, особенно муж. Муж, муж украинский филолог, муж очень любил украинскую литературу, классику любил, он очень любил лирического тычина, он хорошо знал. Он, конечно, был очень расстроен. А когда мама моя, женщина, без высшего образования, прочитала дневники, прочитала все, вот она нас позвала и сказала, ну это же вузы покончали. Ну почему же вы, вот возьми на зяте и внимательно почитай дневник. Он только это все сказал своими словами. Так это же его наблюдение. Это же он эссе написал. Это он где-то с 9-го и 10-го класса над этим работал. Вы знаете, у нас лежал на столе, на украинском рожняке, вот такой большой, он и сейчас же у меня, такой большой кобзорь. Нам его на день рождения какой-то подарили в наших комовьях. Он был профессор тогда института имени Драгоманова, и он украинский, украинская у него литература была, и украинский язык. Вот он нам подарил этот обзор. А Лесь научился читать очень рано. Ну и где-то, может быть, ему виноваты, что вот мы не запрещали. Книги в доме были, всегда покупались. В чем угодно мы могли себе отказать, только не в книге. А в те времена, вы же знаете, книгу было очень тяжело купить. И если она попадалась, все откладывалось на книгах. В дом не слазь. Книг было много, и он много читал. И вот он потом говорил, что вот я открываю, А там кровью, брата, кровью, вражью, злою, кровью, волею, кровью и так далее, и так далее. И вот оно где-то в детстве у него потихонечку, и он стал этим интересоваться, и стал просто, как говорится, вот изучать эти все моменты. Это не волосы было, при том, это ему было на то время, когда вышла эта книга, где-то 25, по-моему, где-то вот в этом возрасте он был. Оно же потом все передумывается, все, когда становишься старшим. То есть надо бы все это было воспринимать не так. Но я считаю, что он опередил время просто-напросто. И общество, не все, безусловно, в обществе, но некоторая часть общества вот так вот восприняла, по-другому восприняла. Но я считаю, что это нормально, потому что нельзя одинаково воспринимать. Ну, во всяком случае, за это не убивают. Да. За это не убивают. Абсолютно. Он же потом, он же потом во многих своих публикациях, там, где надо, он же доброе слово говорил о Тарасе Георгиевича. Доброе слово. А здесь все факты, они взяты из щеденника Тараса Георгиевича. Те, что ведь сам про себя поставил. И все. И единственное было, ну, что сделано. Это вот, ну, человек показан. Человек. Ну, почему? Икона одна должна быть. Иисус Христос. Иисус Христос. Святой Николай. Матерь Божья. Ну, вот это я так считаю. А все остальные, мы все люди. Мы с ошибками. И ничего страшного, если один обазарами говорим хорошо, другой обазарами говорим по-другому. Я вот в 10-м год, кстати, Николай Янович, в 10-м году я пересматривала пенсию. Я рабатывала в фонде социального страхования по временной трате трудоспособности. Вообще у меня в жизни две организации было, в которых я работала. Комсомол и профсоюз. Ну, вот этот фонд, там же три нами организации руководила. Профсоюзы, Министерство социальной политики и работодатели. Тоже, я считаю, профсоюзной организацией. В 10-м году я пересматривала пенсию. У меня 57 лет непрерывного стажа. Но постановление в 10-м году, постановлением Кабмина, было определено взять тариф. Не за 2009-й, вот предыдущий назначение пенсии, пересмотр, а 8-й. Но мы-то все понимали, почему 8-й. Я-то понимала, потому что средний заработок в 8-м году был намного ниже по Украине. Поэтому мы знали, что ищутся деньги. Плохой Азаров. Плохой Азаров. Но Азаров тут же реабилитировал себя, потому что скоростной трамвай, потому что метро и не одна станция, а много станций. И самое главное, что это метро было пустено на мои теремки. Поэтому я сказала, что я низко клоняюсь, и деньги где-то надо искать. И как-то действительно, вот, ну... Но мы потом исправили. По-моему, в 2012-м году мы приблизили дату пересчета пенсии и восстановили все. А вот давайте вспомним, какой 10-й год был тяжелый после 8-го и 9-го. Так? Вспомните, что было в 8-м и 9-м году. Когда у нас все поливалось и ухудшилось. Ну, тяжело. Пришлось принимать разные решения. Абсолютно. Но я сейчас к тому, что я смотрю нормально на то, что о человеке и хорошее, и плохое, можно говорить. И я считаю нормально. И даже когда ругали там моего сына, я нормально это воспринимала. Не может быть, чтобы вся сторона мыслила одинаково, думала одинаково. Вот, и так далее. Я никогда не могла поверить, что вот это можно идти на то, чтобы поднялись руки убить молодого, физически здорового. Не потому, что это мой сын, но это талантливый человек. Ну, все, ну, что тут сделаешь. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Очень важно то, что он делал, знаете, вот по, скажем, корням, корням единой русской, белорусской и украинской культуры. Очень важно. Да, да. Вот он разоблачал все эти выдумки, все эти лживые теории нынешних бандерцев, по сути, да? Про москалей и так далее. Это было очень важно. Я когда-то такой ловчан есть, бессмертный, я лицаю про светочку. Вот я ему говорю, слушай, вот на Софии Киевской, на Софии Киевской, вот эта вязь идет. Это каким языком эта вязь идет? Это ж 10-11 век. Ну-ка скажи мне, точно он такой же вязью в Новгороде, в Софии, в Новгородской Софии. Точно такая же вязь. Что ж ты рассказываешь, что вот уникальный там украинский язык? Это вот то, что Олесь писал, было чрезвычайно важно. И оно, я думаю, и будет важно. Придет время, когда будут его вещи читать, учить, заучивать, осмысливать. Николай Янович, язык-то уникален. Ну и другой уникален, и третий. Для каждого народа, для каждой нации свой язык уникален. И поэтому надо же, надо это понимать. Я, например, никогда в жизни, вот, ну, если со мной человек говорит по-русски, почему же я, зная русский язык, может быть, плохо знаю, но почему я не должна ему ответить этим языком? Ну почему? Для меня это, ну, много непонятного. И я не знаю, откуда, собственно, оно взялось. Максим, я задаю вопрос, откуда в Киеве это взялось? Откуда оно взялось? Вот этот Майдан с его злостью, с убийствами, с его, так сказать, похромами. И сейчас то, что происходит, конечно, отрезвление наступает в Украине, наступает, но очень непонятное. Хорошо, Валентин Павлович, я рад был у вас с вами встретиться. Прежде всего хотел бы я передать вам от всех нас, которые вынуждены были уехать из Украины, что мы очень ценим вашего сына, любим, уважаем его, и надеемся, что рано или поздно, но правда, придем в Украину. Спасибо, Николай. Это вам добра, здоровья. Спасибо. Спасибо, Николай. Всего самого народа. Спасибо, Николай. Спасибо. Спасибо.